На год опоздали со строительством двух школ в Магисталской области. При дефиците ученических мест это недопустимая ситуация, считают аманатовцы. Они проинспектировали школы, которые вошли в предвыборную программу партии. Об итогах проверки Дана Ермак. Регион с самой высокой рождаемостью не может позволить себя отставать по срокам строительства школ, говорят члены партии Аманат подрядчику. У него две школы и обе возводятся с задержкой. Эту, например, должны были сдать еще год назад, негодуют партицы. Но в строительной компании уверяют, сделают даже лучше. Пандемия и прочее, и повышение цен на стройматериалы и прочие дела. И руководство приняло решение. Нет, не я, руководство области, то есть заказчик, приняло решение провести корректировку данного проекта. На сегодня вопросов никаких нет со стороны заказчика. Оказывается, всяческая помощь. Тем не менее, вопрос, сдвигав сроков, партицы намерены поднять на заседание комиссии партконтроля. Оно состоится 27 октября. В этой школе в селе Акшукур дети учатся в три смены. И чтобы решить эту проблему, к школе делается пристройка. Она входит в предвыборную программу партии. На месте мы видим, что тут тоже работы не ведутся. И тоже по причине корректировки проекта. Отмечу, что у обеих школ один застройщик. И теперь школы откроют свои двери в следующем году. Мы будем контролировать ход работ. В столице же Аманатовцы посетили одну из шести школ Бином. Они построены по современным стандартам. С каворкингом, богатой библиотекой, трансформируемым актовым и медиазалом. Есть лифт, а за безопасностью следят камеры видеонаблюдения. Именно так и должны выглядеть все комфортные школы страны, считают партицы. Как недавно глава государства говорил, что в Астане будут строиться 24 школы. Это жайля, митеп, удобная школа. Вот там действительно по проекту там все предусмотрено. На 23-й год у нас строятся 23 школы. И 24-я школа на 24-й год строится. И это уже мы берем пример с Бином. Кстати, эту школу возводили по механизму государственно-частного партнерства. В учебном процессе применяют международный опыт. Помимо материально-технического оснащения, школы Бином отличаются тем, что мы используем зарубежный опыт. К примеру, в начальных классах применяем опыт Финляндии. Сингапурская математическая методика тоже используется. Партицы говорят, что реализация подобных проектов позволит решить не только проблемные вопросы с трехсменным обучением, но и существенно повысить качество среднего образования в стране. Дана Ермак, Ситлана Султангиреева, Бауржан Жолдебалин, Фархад Шаткам, Астана Таймс.